Растворюсь, 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 растворюсь. Ребята, всем привет! Вы на канале Семья на чемоданах. Меня зовут Славян. Вот мой инстаграм. Подписывайтесь. Представьте себе, что вы едете отдыхать в какую-то часть России. Вы привыкли к российским определенным параметрам. Приезжайте туда, а там все не как в России. И да, такое место есть у нас в России. Это наш любимый Крым. Мы очень любим этот полуостров. И сколько туда приезжаем, потом уезжаем. Нам постоянно хочется туда приезжать, путешествовать по этому замечательному месту. И сегодня в выпуске я хочу вам рассказать про те вещи, которые вы не увидите в Крыму, приехав этим летом в Крым. Давайте начинать. Мы привыкли у себя на материке. Будем опираться на крупные города России, что мы пользуемся определенными приложениями при пользовании такси. Так вот, например, в Москве, в Краснодаре, там, не знаю, в Петербурге самые востребованные Яндекс.Такси, Убер, да, есть такие агрегаторы, которые нам помогают дешево передвигаться по городу, где мы можем посмотреть рейтинг водителя, увидеть сблаговременно, кто к нам приедет, связаться с водителем, посмотреть, какая у него машина, посмотреть номер и даже вступить с ним в переписку. Это безумно удобно. В Крыму вы этого не увидите. В Крыму вы будете заказывать машину либо по телефону в какие-то службы такси, либо просто голосуя, как это было в 2000-е и 90-е в любом, в любом городе России. В Крыму нет никаких сервисов, ну, по крайней мере, пока, и этим летом, если вы туда приедете, вы их точно не увидите. Будьте к этому готовы. Следующий момент, с которым вы столкнетесь обязательно по приезду в Крым, это вы не увидите ни одного мобильного оператора, который вы привыкли видеть у себя в городе. МТС, Мегафон, Билайн, Теле2. Там не работают, там нет этих вышек. Они работают, но они работают в роуминге. То есть, попадая на материк, у вас ваш привычный оператор будет переключен либо на ВИН, либо на оператора ВОЛНА, либо на циферки определенные. Этим моментом нужно задуматься перед тем, как вы попадете на Крымский мост, потому что именно там будет уже включен роуминг, и у вас начнут считываться деньги. Например, что касается МТС, точно могу сказать, потому что у нас МТС, мы в июне уже были в Крыму, и, в принципе, ничего не изменилось относительно того года. Так вот, чтобы заехать на материк, вам нужно подключить услугу, называется она Везде как дома, либо Везде как дома плюс. Чем они отличаются? Везде как дома, вот, например, у меня она включена по умолчанию, она бесплатная, у вас каждый день 10 рублей с копейками будет списываться за то, что вы пользуетесь тарифом так как дома. Но есть одно но, связанное с интернетом, в следующем пункте расскажу. Либо вот этот тариф Везде как дома плюс, платите просто 110, по-моему, 15 рублей, и у вас активируется ваш домашний пакет на целый месяц. Но это для тех, кто едет, например, в Крым надолго, как ездили, например, мы в том году, а что мы вам ездили с палаткой. Кстати, вот выпуск, посмотрите обязательно, и ссылочка будет в описании под этим видеороликом. Что касается других операторов, я точно не подскажу, как там вам нужно переключаться, либо какую-то дополнительную услугу подключать. Если вы знаете и уже проверяли в этом году, то напишите в комментариях, будет полезно почитать не только мне, но и всем зрителям, кто смотрит данный видеоролик. А перед тем, как мы приступим к следующему пункту, я хочу вам вот что сказать. Мы пропутешествовали Крым несколько раз, и очень плотно, очень много снимали жилье, жили в палатках, с детьми на автомобиле. Мы написали свой собственный гайд, который вы приобретете, изучите и пропутешествуете Крым налегке. Мы встроили туда локации, маршруты, проходы, схемы, карты, геолокации, координаты, где покупать воду, где ставить палатку, какие-то контакты определенного жилья, которые мне нравятся. В общем, там куча материала, почти 100 страниц. Цена всего лишь 490 рублей, чтобы приобрести, нужно писать либо мне в инстаграм, либо на снеге. Прямые ссылочки, также я укажу в описании под этим видеороликом. Ну а следующий пункт, ребята, это интернет. Неважно, останетесь ли вы на своем операторе, либо купите местную симку, как сделали мы в 2020 году, интернет в Крыму плохой. Особенно, когда он загружен, все туристы, все выходят в интернет. Ну, плохо. Работает очень-очень плохо. А что касается материкового интернета, например, вот по нашему примеру, у нас МТС, если у меня на материке полный безлимит, то когда я заезжаю в Крым, мне на день дается всего лишь 500 мегабайт интернета. Что делать 500 мегабайт интернета, я до сих пор не знаю. Ты только заходишь в Яндекс.Навигатор, простраиваешь маршрут, и тут же закончились. Если вы точно знаете выход из данной ситуации, то также, пожалуйста, напишите в комментариях по данным видеороликам. Большинство из вас, кто смотрит данный видеоролик, привыкли пользоваться услугами Сбера. У нас на каждом углу стоят Сберы, почти в любом магазине, в переходах даже стоят банкоматы. Везде стоят банкоматы, мы привыкли снимать, привыкли друг другу переводить деньги. Так вот, в Крыму нет Сбербанка. Вы скажете, да как так, в смысле нет? Да, нет, действительно нет. Там есть другие банкоматы, типа РНКБ, типа Генбанк, еще какой-то банк. Ну вот это два самых основных банка, которые там есть, которыми мы пользуемся. Если вам нужно снять наличку, то берете и снимаете там наличку. Когда мы снимали, снимали много, и у нас буквально пару раз списалась комиссия. То есть я не уверен, что при каждой транзакции у вас будет списана комиссия. По крайней мере, мы снимали много, у нас списалось только два раза. Кто-то говорит, у меня всегда снимается. Возможно, это зависит от определенного банкомата, возможно, это зависит от суммы, которую вы снимаете. Но вот по нашему опыту, за сколько транзакций, сколько мы сняли денег, у нас списалось всего лишь два раза комиссия по 50 рублей. Собственно, если вы едете со Сберовской картой, то знайте, что снимать там деньги можно, но возможно, у вас будет комиссия. Перед тем, как вы поедете в Крым, вам нужно забронировать жилье. Мы, например, как делаем? Мы просто переезжаем на место, осматриваем район и только тогда бронируем. Мы заранее не делаем это никогда, потому что может либо то не подойти, либо это не подойти, либо 5-е, или 50-е. Так вот, не важно. Мы привыкли пользоваться такими площадками, как Booking, такими, как Airbnb. Так вот, например, Booking не работает в Крыму, но он работает, но не совсем так, как привыкли, что он работает на материке. Для того, чтобы вам комфортно пользоваться Booking и видеть все предложения актуальные, то вам нужно поставить галочку «Путешествуй по работе». К сожалению, да, из-за санкции нельзя, видимо, в Крыму отдыхать, можно только туда приезжать по работе. Ставите галочку и у вас все отели на нужные вам даты покажутся. Ну, а следующий момент, я, конечно, не знаю, кому это повезло, либо нам, либо им, на полостове Крым нету KFC, нету McDonald's, нет Бургер Кинга. Наверняка, что многие из вас усмотрят, вы обязательно грешны и входите в подобные фастфуды и что-то там когда-то да покупаете. То, знайте, что если вы приедете в Крым, неважно в каком городе будет находиться, проводить свой отпуск, там этого нету. Там есть определенные другие фастфуды, но не такие, которые мы привыкли видеть у себя здесь. Поэтому, если вы любите прям строго Бургер Кенг либо Кефиси, там постоянно едите, завтракайте, то знайте, здесь вам нужно будет подобрать для себя другое заведение фастфуда. Следующий момент, который тоже может всех шокировать, ну, я привык покупать продукты в пятерочке либо в Магните, там, я не знаю, я привык там что-то докупать строительное в Леруа, либо там в Костараме, еще где-то. знайте, что все большие крупные сетевые магазины материка в Крыму их нету, там нет пятерочки, нет Магнита, нет Магнит Косметика, нет Перекрестка, нет Леруа, нет Костарамы, то есть, вот такие крупные ритейлы, которые вы привыкли видеть у себя в городе, и мы привыкли, их там нету, и в ближайшее время они там не появятся, поэтому привыкайте к другим ценам, забегая вперед, скажу, что в Крыму все дороже, однозначно, на рубль, на 2, на 3, на 5, на 10, на 15, зависимо от того, что вы хотите купить. Загодя в магазин, обращайте просто внимание на крымскую продукцию, так как вся продукция, завезенная с материка, будет значительно дороже крымской продукции. Если вдруг вы смотрите это видео и решили переехать, например, в Крым, либо отдыхать там, решили долго, и вы пользуетесь такими сервисами, доставками, как, например, Алиэкспресс, то знайте, там и работает Алиэкспресс. Вообще, на самом деле, там даже многие сайты, которые работают на материке, они не работают, поэтому будьте к этому готовы, это тоже связано из-за санкций. Что касается писем, Почта России там есть, но она как-то по-другому называется, вроде и поезд запустили туда железную дорогу, но там это не РЖД, там какая-то другая компания, под типом РЖД, но это не так, и Почта России там тоже как бы не Почта России. Но в целом, если вы хотите уехать на поезде, конечно, вы уедете, если вы хотите отправить письмо, либо получить письмо, то, конечно, вы тоже все это получите и отправите. Просто названия там совершенно другие. Возможно, вы, как и я, активно пользуетесь Инстаграмом, активно пользуетесь Google Аналитикой, YouTube, то знайте, что Google AdWords, Google AdSense, Facebook очень и очень плохо. Отчасти я даже скажу, что они вообще не работают в Крыму. Вот, например, у нас был сайт, он вообще не работал. Например, рекламной кампании Facebook, он считывал нашу геолокацию как с Крыма, и он тоже нам все блокировал. Единственное, что у нас получалось нормально работать, находясь в Оленивке, это запад Крыма, почему-то он эту точку считывает, почему-то Украину, и он пропускал. Как говорится, терпим и ждем энное количество лет, когда все это устаканится. Что касается карт. Ребята, берите с собой просто пластик, и пластик вы без проблем сможете приложить на любом терминале, в любом магазине, в любой палатке. В плане терминалов Крым очень развит, развит гораздо больше, чем наш материк. Если здесь в какой-то палатке вы столкнетесь обязательно с тем, что нельзя расплатиться картой, то в Крыму в 95, наверное, процентов случаев везде стоят терминалы. Единственное, что там не работает, это, например, PayPal, Google Pay, то есть вы не можете приложить телефон, если вы пользуетесь этими приложениями, у вас карты встроены в телефон, то вы не сможете рассчитаться в магазинах нигде в Крыму. Для того, чтобы рассчитываться телефоном, там нужно скачивать, по-моему, приложение Мир, туда загружать свои карты, либо у вас карта должна быть мировская. Я точно не знаю, кто точно в курсе, как и какое приложение регистрировать на своем телефоне, чтобы рассчитываться через телефон, через касание. Напишите также в комментариях, будет полезно и мне почитать, и всем зрителям. Ну и конечно, ребята, самые наболевшие, что у меня, как любители автопутешествий, так и, пожалуй, у всех, кто соберется ехать на машине, знайте, как лайфхак наш. Перед тем, как заехать на полуостров Крым, есть две заправки, Роснефть и Лукоил. Прямо перед мостом они стоят. Заедьте на них и заправьте полный бак. Почему? Да потому что в Крыму бензин от трех до пяти рублей дороже. Ну, по мне, так это огромная, существенная разница, тем более, если вы едете не просто в какую-то Керчь и там проведете отпуск, а решите по Крыму пропутешествовать, накатать много сотен километров, да, изучить, так сказать, этот полуостров классно, активно провести, то, знаете, на бензин вы потратите очень прилично. И да, там нет таких заправок типа Лукоил, Роснефть, Газпром, их там нет, там есть свои заправки, их там достаточное количество, но я рекомендую пользоваться двумя. Одна фиолетовая, называется она ТЭС, всегда ее заметно всех дорог, классный серый, все сделано, ну, в принципе, такой же аналог, как наши качественные заправки, там Роснефть, Лукоил, там Газпром, и заправка АТАН. Вот, мы в основном заправлялись всегда на АТАНе, что дизель я заправлял уже в этом году, что бензин 95, нашими машинами проверено, вот эту заправку я точно могу рекомендовать, хотя пару раз я и на ТЭСе тоже заправлял. Вот эти две заправки я рекомендую к пользованию. Другие без комментариев. Кто-то меня спрашивал, существуют ли там газовые заправки. Да, ребята, газовые заправки есть. Если вы будете ехать по Тавриде, то сейчас там, по-моему, одна или две заправки уже есть, сейчас там строятся эти огромные комплексы заправочные, они скоро будут. Не уверен, что они появятся в этом году. Поэтому, если где-то вы просыхаете или бензинчик, то вам в любом случае нужно отвернуть страссы. Ну что, ребята, вот такой вот выпуск у нас с вами получился. Я очень хотел с вами поделиться той информацией, которая для многих, когда вы приезжаете в Крым, она однозначно вас шокирует, мол, типа, как так? Ну, именно так с нами было в первый день, во второй день и в третий даже день, когда мы оказались на полуострове в девятнадцатом году и вообще ничего себе, это же вроде России, а из российского почти ничего нет. Ну, к сожалению, пока так. Если я вдруг что-то упустил, ребята, дополняйте видеоролики комментариями, пишите те вещи, которых нет в Крыму, а на материке, есть. Я с вами прощаюсь, увидимся с вами завтра в новом видеоролике. Пока.